Всем привет! Сегодня я хочу вам рассказать о самых носибельных трендах весны 2019 года. И здесь я хочу подчеркнуть слово именно носибельных трендах. Я, конечно же, пересмотрела разную информацию, то, что дают модные дома, и то, что творилось на показах. Но мне кажется, что когда мы говорим о носибельных трендах, то здесь больше нужно смотреть на знаменитости и на икон стиля современности. Вот именно на них можно найти все самое актуальное, но в то же время в такой адекватной интерпретации, если можно так выразиться. Ну что ж, давайте приступать. Итак, самый, наверное, активный тренд, который я замечаю абсолютно везде, это возвращение моды 90-х. Что это значит? Ну, наверное, здесь самое главное это знаменитые губы 90-х, когда мы делаем более темный контур и более светлую помаду используем. Сегодня я попыталась продемонстрировать этот тренд на себе. Я не могу сказать, что я прям влюблена в этот образ и в целом в этот тренд, но, тем не менее, это что-то такое, что, в принципе, можно в повседневной жизни использовать, потому что мы используем, опять-таки, нейтральную палитру, то есть это более нюдовые оттенки. Единственное, у нас получается такой более жесткий градиент, и это можно сочетать, ну, так, с натяжкой, наверное, практически с любым макияжем. Также к трендам 90-х я бы отнесла еще более яркий макияж глаз. Вообще, модные дома часто делали мономакияж каким-то ярким оттенком, но, на самом деле, мне кажется, если я вот просто сделаю мономакияж какими-то бирюзовыми тенями, то это будет выглядеть немножко так себе, согласитесь, поэтому я не могу назвать этот тренд сильно носибельным, но, тем не менее, вот какие-то яркие элементы в плане, например, какой-то яркой подводки или цветной туши, это вполне применимо, и мне кажется, что иногда это может очень сильно освежить макияж. Если вы хотите что-то такое на себе попробовать, мне кажется, самые лучшие бренды, к кому можно обратиться, это либо NYX, либо Colourpop, потому что у них очень много всего яркого, но, тем не менее, это все не стоит очень дорого, и я вообще, в принципе, считаю, что на тренде не стоит вкладываться, здесь скорее мы можем ради веселья, ради разнообразия померить это на себя, использовать что-то из бюджетного сегмента, этого вполне будет достаточно. Так вот, у Colourpop как раз-таки в новой коллекции вышли цветные подводки, цветные туши, у NYX уже это давно есть, уже много лет это у них представлено в их постоянной коллекции, поэтому можно это прикупить. И, кстати, если вы думаете сейчас, что цветная тушь это вот как раз-таки больше категория трэш, то я вам хочу сказать, что, вы знаете, цветную тушь можно тоже использовать по-разному, потому что сегодня на мне очень такой холодный, розовато-сиреневато-фиолетовый макияж, и нижние ресницы я сегодня накрасила тушью темно-баклажанового цвета, вам, возможно, оттуда сдалека это не видно, но, тем не менее, это совсем такой вот еле уловимый нюанс, который подчеркивает очень хорошо этот макияж, и если у вас, кстати говоря, карие глаза, для вас это будет просто потрясающий вариант, это будет еще вытягивать цвет ваших глаз, поэтому не стоит, конечно, рассматривать цветную тушь, как вот накрасил верхние и нижние ресницы ярко-голубой тушью, сделал мономакияж бирюзовыми тенями, и все, ты в тренде. Нет, мы сейчас говорим не о таких вариантах, а о более спокойных, и что касается цветной подводки, я очень часто замечаю, насколько сильно это может именно освежить макияж, потому что черная подводка или даже темно-коричневая подводка может закрывать глаза, особенно если она какая-то очень активная, и глаза у вас не настолько большие, чтобы носить такие активные стрелки, какая-то светло-розовая, лиловая, возможно, даже светло-бирюзовая подводка способна сделать ваши глаза намного более яркими, и да, это, конечно, не вариант для того, чтобы пойти в офис куда-нибудь, особенно если у вас есть строгий дресс-код, но как вариант для выходного дня, по-моему, вполне нормально. Из 90-х, конечно, очень много чего сейчас возвращается, в том числе и эти резинки с кранчи, но это не относится к макияжу, поэтому я не буду сильно на этом останавливаться. Мне все эти образы сейчас очень сильно напоминают расцвет карьеры Синди Кроуфорд, Клауди Шифер, они очень достойно носили это на себе, тоже сделали это огромным трендом в свое время. И еще, что самое главное здесь нужно понимать, это то, что любой тренд не может вернуться вот прям в зеркальной интерпретации, один в один, каким он был когда-то. То есть в любом случае эти тренды, они адаптируются под современность и используются каким-то другим образом, то есть это скорее вдохновение какой-то определенной эпохой, нежели прям точная копия ее. И вот мне здесь очень интересно услышать ваше мнение, потому что, наверное, большая часть из вас пережили уже 90-е, возможно, вы носили как раз-таки на себе этот макияж, хотели бы вы его сейчас вот в современности вернуть, или вы бы хотели все-таки что-нибудь другое. Еще один огромнейший тренд этой весны, и мне с ним очень сложно примириться, это очень активные румяна. Да, сейчас румяна все больше и больше набирают популярности, и если раньше мы их использовали так слегка для того, чтобы просто освежить лицо, то сейчас румяна занимают чуть ли не самое акцентное место в макияже, глаза могут быть абсолютно нюдовыми, губы, в принципе, тоже, а вот румяна сидят на пьедестале и привлекают все внимание к себе. Кстати, это могут быть вполне румяна какие-то сатиновые и даже металлические, что-то такое с очень сильным блеском. Если вы не впервые на моем канале, вы знаете, насколько я не люблю румяна для себя, но я все равно пытаюсь примерить на себя этот тренд, в какой интерпретации, в каком макияже, возможно, он понравится мне больше всего именно на себе. Я совершенно не уверена, что он закрепится в моих фаворитах, но почему бы не попробовать? Глянцевая кожа очень активно закрепилась в трендах последних лет, и я вообще не представляю, что может этот тренд сдвинуть, потому что с каждым годом мы видим, что кожа становится все более и более сияющей, сейчас вообще какой-то дикий тренд на стеклянную кожу, то есть ту кожу, которая действительно выглядит настолько глянцевой, что я, когда вижу знаменитостей где-нибудь на красных ковровых дорожках, которые вот абсолютно с ног до головы вот такие вот сияющие, у меня сразу ассоциация с какой-то рыбой, которую, знаете, вы берете, а она вот так вот выскальзывает постоянно из рук. Вот может быть это уже и перебор на вот такое излишнее сияние, но, тем не менее, свои хайлайтеры точно никуда не прячьте, а лучше закупайтесь какими-то жидкими хайлайтерами, которые можно будет использовать еще и на теле, как минимум на ключицах, на плечах, это действительно выглядит очень красиво, причем я сейчас сплошь и рядом наблюдаю элементы хайлайтера также и в уходе, то есть это может быть какое-то масло для тела с огромным содержанием блесток, или какой-то лосьон, который по себе может оставлять металлический блеск, в общем-то вы точно не ошибетесь, если в вашей косметичке на весну и даже лето 2019 года будет много разных форм хайлайтера и каких-то сияющих тональных основ. И последний тренд, о котором я сегодня хочу поговорить, это глиттер. Мы этот тренд захватили еще с конца 2018 года, потому что он начал расцветать именно в то время, и сейчас это все больше и больше набирает обороты. Глиттер моден абсолютно во всех продуктах, как для глаз, так и для лица, так и для губ. В моде глиттерный макияж глаз, это могут быть либо тени с содержанием глиттера, но скорее это какие-то топперы, которые мы наносим поверх уже существующего макияжа. Блестки лучше всего наносить на базу под глиттер, для того, чтобы они держались и украшали наш макияж глаз, а не осыпались вот так вот на все лицо. Также сейчас существует достаточно много разных топперов, которые можно наносить и без праймера под глиттер. Они зачастую выглядят как кремовые тени, единственное, они в себе не имеют какую-то цветную базу, то есть это скорее просто прозрачная база с огромным содержанием каких-то блесток. Но, как я и сказала, глиттер приветствуется далеко не только в макияже глаз. Больше всего Шумихи наделал новый хайлайтер от Рианы, Fenty Beauty, который называется How Many Carrots. По сути, он такой вот как топпер, как я и сказала, то есть он абсолютно не имеет в себе какой-то цветной базы, это просто огромное содержание мелких блесток. И вот вспомните, еще совсем недавно мы говорили фу-фу-фу на хайлайтеры, которые содержали блестки, и мы хотели что-то более деликатное, какое-то ненавязчивое свечение, а сейчас мы сплошь рядом видим даже не просто металлический хайлайтер, а еще и хайлайтер с огромным содержанием блесток. Но опять-таки, мои 5 копеек глиттер от глиттера очень сильно отличаются, и если у одного бренда может получиться действительно сделать что-то очень красивое, хоть в принципе это и такое броское, яркое, блестящее, у другого бренда может не совсем получиться, это будет выглядеть как-то нагло, пошло и совершенно некрасиво. Ну и также, конечно же, приветствуется глиттер и в макияже губ. И я, кстати, сейчас не имею в виду губы в стиле Pat McGrath, как было в прошлом году, сейчас помимо вот этой вот моды на 90-е, также очень популярен глянец на губах, будь то глянцевая жидкая помада или блеск для губ, а если в блеске для губ еще огромное содержание блесток, так это вообще муа просто этого сезона. И, кстати, такой формат блеска это абсолютно не новинка, сейчас как в люксе, так и в бюджетных марках полно такого рода блесков, и они всегда в принципе были, но вот эта вот мода на жидкую матовую помаду их на время затмила, а сейчас я вам советую порыться у себя в косметичке, наверняка вы что-то такое найдете. А на этом у меня все, я очень надеюсь, что это видео было для вас полезным, и оно вам понравилось. Если так и было, обязательно поставьте мне палец вверх и поделитесь ими со своими друзьями и подругами, и также обязательно напишите мне, какой тренд вас больше всего заинтересовал, чтобы вы хотели на себя примерить, или может быть, что вы уже взяли на вооружение в своем макияже, а что вот категорически вам не подходит, и вы совершенно не хотите это видеть у себя на лице, вот мне будет очень интересно послушать ваше мнение, поэтому не ленитесь, пишите комментарии, если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь, это можно сделать, нажав на круглую иконку вот здесь вот, и YouTube вам сейчас предлагают другие мои видео, если вы их не смотрели, обязательно посмотрите, а если вы их уже видели, то мы с вами увидимся в моем новом выпуске через несколько дней.